Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. А сегодня я бы хотел с вами поговорить об итогах первоисторического, в том плане, что это вообще первый с момента обретения независимости Украины в 1991 году, визит премьер-министра Индии, крупнейшей демократии в мире, поскольку Индия имеет сегодня самое большое население среди всех стран, входящих в организацию объединенных наций. И Индия это демократическое государство. Сегодня первый визит его совершил Нарендра Моди, который транзитом через Польшу, где он также совершал визит, он сегодня прибыл в Киев. Предмет этих переговоров заключался в том, чтобы Индия сообщила и Индия сегодня продемонстрировала собственную приверженность миру. При этом Нарендра Моди накануне визита заявлял о том, что он не собирается выступать в качестве посредника между Украиной и Россией. Тем не менее, он привез Зеленскому сегодня некое послание от диктатора Путина, с которым он встречался 8 июля прошлого месяца. Именно в тот день по дьявольской задумке Путина, никого совпадения, именно в день встречи с Нарендрой Моди, был совершен зверский обстрел украинских городов, когда ракеты прилетели в крупнейшее медицинское учреждение Ахмадет в центре Киева. И в результате этой атаки было 37 погибших в различных городах по всей Украине и еще несколько десятков получили ранения. Сегодня Нарендра Моди приехал в Киев, где он встретился в Мариинском дворце с Зеленским. Не было важно также, что он отдал дань погибшим маленьким украинцам, украинским детям. Он сегодня был в музее, который посвящен жертвам этой войны и принес, положил детскую игрушку. Он сегодня встретился, провел переговоры с Зеленским в его президентском дворце. Он встретился сегодня в гостинице «Хаят» с представителями индийской диаспоры, которая многочисленна и активна. Она здесь активна еще с времен до 1991 года. И представителей Индии в Украине всегда было очень много. Ну, в первую очередь, понятно, в сфере бизнеса, в сфере культуры. Общая диаспора индийская в Украине всегда насчитывала несколько десятков тысяч человек, в первую очередь. Они приезжают всегда для получения образования в сфере медицины, чаще всего инженерии, архитектуры. Но многие также остаются в Украине, занимаются бизнесом, занимаются культурой, живописью. Одним словом, это очень творческая нация, очень талантливая. И именно поэтому она одна из тех диаспор, которые подтверждают оставаться в Украине, несмотря на войну, на полномасштабную войну, которая началась в 2014 году, а уже продолжилась полномасштабным вторжением в 2022. Тем не менее, индусы одни из тех наций, которые наиболее стойкие, скажем так. Они достаточно стойко переносят все тяготы и лишения, и большинство из них из Украины не уезжает. В отличие от других экспатов или тех иностранцев, которые в Украине уже живут годами и получают в том числе второе украинское гражданство. Тем не менее, этот визит, в первую очередь, был приурочен исправлению имиджа Индии после критики, которая прозвучала в адрес лично премьер-министра Нарендры Моди со стороны Украины, Соединенных Штатов и других западных союзников из-за его более чем невнятной позиции и отказа критиковать Путина, несмотря на варварские бомбардировки, которые произошли в день его визита. Он сказал так обтекаемо, что для него крайне тяжело наблюдать все происходящее, особенно то, что касается гибели детей, но ни одного слова критики в адрес Путина, тем не менее, не прозвучало. Однако для Индии, которая на данный момент стала крупнейшим покупателем российской нефти, она отказывается вводить санкции, она уже начала покупать больше, чем Китай, поэтому зависимость российской экономики от индийской растет. Страны также перешли на расчеты во взаимной торговле на национальную валюту, то есть рубли и рупии, и мы знаем, что огромное количество, миллиарды уже в эквиваленте доллару, миллиарды рупий уже скопились в российской экономике, и российские продавцы, российские банки пока не могут ничего с этой массой индийской валюты сделать. Тем не менее, Россия продолжает увеличивать объемы, также Индия является крупнейшим покупателем оружия в мире, и в значительной мере она закупала более 30% всего российского вооружения Индии до последнего времени, однако из-за снижения способности России выполняют свои экспортные обязательства, просто это оружие нужно для войны против Украины, она уже не может выполнять, а также достаточно низкого качества российского оружия, в чем убедились индийские военные в ходе ведущейся уже третий год войны полномасштабного вторжения. Из-за этого Индия сейчас сворачивает проекты военно-технического сотрудничества с Россией, начинает заключать договора с западными компаниями и увеличивать, то есть они локализуют производство, заключают договора с возможностью от западных производителей начать производить это оружие уже на территории Индии. Тем не менее, Индия крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Украиной, ее передовыми разработками, это было предметом одного из ключевых обсуждений. Остальные четыре сферы, в которых сегодня были подписаны соглашения, типа там культурное, гуманитарное и прочее, ну будем так говорить, что да, наверное, это важно, но во время войны это не очень серьезно, согласитесь. То есть здесь не было подписано ни одного серьезного документа по четырем ключевым соглашениям, которые были подготовлены Министерством иностранных дел двух стран. Однако Зеленский знаком с МОДИ, он встречался с ним этим летом в Италии на полях саммита Большой Семерки, однако Нарендер МОДИ отказался ехать на саммит мира в Швейцарии. Они отправили туда одного из представителей, даже не первого Министерства иностранных дел Индии. Но есть один фактор, который Индию сейчас будет активно подталкивать, увеличивать вовлеченность в российско-украинскую войну. Это фактор конкуренции с Китаем. Китая, Индия боится и опасается намного больше, чем любую другую страну в мире. И даже несмотря на исторические, скажем, близкие взаимоотношения с Россией, и то, что значительная часть индийской элиты все время либо прошла обучение в России, либо была связана с ней бизнесом, тем не менее Индии крайне с тревогой наблюдают на сближении России сейчас с Ираном, в первую очередь, и с Китаем. Китай исторический не просто конкурент, а враг Индии в регионе и в защитительной мере. Именно Китай стоит за накачиванием соседнего Пакистана оружием для войны, для того, чтобы постоянно держать в состоянии тревожности Индию и создавать для нее постоянные локальные проблемы. Кроме того, они имеют неурегулированный спор между собой территориальный. И таким образом Китай исторически рассматривает для себя в регионе Индию как точно так же не просто конкурентка, а врага. Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгоровскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов.